Всем привет, меня зовут Кирилл. На этом канале мы изучаем английский язык, а в частности разбираем типичные ошибки и разницу между похожими выражениями. Сегодня выясним, какую форму употребить после глагола to stop. После глагола to stop можно употреблять и герундий, и инфинитив, но при этом значение меняется. I stopped eating sugar. Значит, я перестал употреблять сахар или сладкое. I stopped to eat sugar. Значит, я остановился, чтобы поесть сахар. I stopped drinking alcohol. She is a teetotaler now. By the way, a teetotaler is a person who doesn't drink alcoholic drinks. My nephew stopped believing in Santa. Now he knows that Santa doesn't exist. Когда мы говорим stop doing something, это значит, что действие прекратилось и больше не совершается. Он перестал курить, она перестала пить алкоголь, мой племянник перестал верить в Санта-Клауса. When we stopped to do something, we finish or interrupt some activity that we were doing in order to do something else. She stopped to sing. Or she stopped in order to sing. It means that she was doing something, for example, cooking, but she stopped and sang a song. He stopped to talk to his friend. Or he stopped in order to talk to his friend. He was on his way to work, but he ran into his friend and stopped to talk to him. Когда мы говорим to stop to do something, значит, кто-то прекращает текущее действие для того, чтобы совершить другое действие. Она остановилась, чтобы спеть песню. Он остановился, чтобы поговорить со своим другом. Значит, правильно сказать будет we will go out when it stops raining. Мы не говорим we will go out when it stops to rain. В то же время, если речь идет о глаголе to start, с ним другая картина. Мы также можем употребить после него и герундий, и инфинитив. Но значение при этом не поменяется. Эти два выражения синонимичны, означают одно и то же. I started learning English. I started to learn English. Можно сказать и так, и так. А теперь задание для всех. Переведите следующие два предложения на русский язык. I stopped to buy flowers. I stopped buying flowers. Смотрите другие уроки о типичных ошибках в английском языке по ссылкам в описании под видео. Если находите этот урок полезным и интересным, пожалуйста, поставьте лайк и напишите свой комментарий. Не забывайте, что в изучении английского языка практика – это самое главное. Так что пробуйте придумывать свои примеры и пишите их в комментариях. Я по возможности их проверю и исправлю. С вами был Кирилл. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok